Всем привет, ребят! С вами я, Кира Найт. Сегодня я, наконец-то, хочу рассказать о своей встрече с афроамериканцем. Все мы наслышаны, что у них большие-большие размеры. Я давно хотела это рассказать, но всё никак не решалась, потому что, ну, вы же закидаете меня камнями и так далее. Но потом подумала, а смысл это скрывать? Правильно? Ну, это моя жизнь, и мне, честно, мне пофиг то, что подумает. Ну, как-то мне, честно, мне не по себе это рассказывать, но нет, я уже собралась это сделать, и я это сделаю. Как же так получилось, что я с ним познакомилась? Я познакомилась с ним в соцсети, но я такой человек, который, ну, очень трудно идёт на знакомство, на общение и так далее. То есть кто пытался со мной познакомиться, они знают то, что, ну, если, да, они начинают со мной общаться и хотят встретиться, это идут постоянные какие-то отмазки, да, постоянно я на что-то обижаюсь, то у меня нет времени, то ещё там чего-то могу заблокировать, могу разблокировать. Ну, в общем, ну, вот так вот, у меня да, у меня так. И, значит, я начала общаться, вы спросите, как вы начали общаться, если он не понимает русский язык? Мы начали общаться через переводчик, вот, и я скажу, что это были достаточно красивые комплименты, красивые слова, но, естественно, это всё делалось, ну, с умыслом, чтобы встретиться, то есть это понятно, да, вот. Вот, и как бы для одинокой женщины, да, вот красивые комплименты, красивые слова, это, знаете, это как лучик солнца, да, средь хмурого дня, то есть это настолько приятно, это настолько прям вот всё, ну, кайф, да, когда тебя просто боготворят. Вот, значит, начали мы вот так общаться, потом что-то я там обиделась, потом там я не согласилась пойти гулять, потом там он что-то не так сказал, но суть в чём? В том, что этот человек, он терпел всё это. Ну, терпел, понятно, наверное, почему, потому что он хотел встретиться, да, и что-то от меня получить. Он всё это терпел, я думала же, когда же он уже сдастся, да, когда же уже вот всё, вот у него вот просто закончится это терпение, и он меня заблокирует или пошлёт куда подальше. Но этого не происходило. Он постоянно, он прям настойчиво, настырно писал, я его где-то блокировала, он находил меня где-то в других местах, то есть, ну, как бы уйти от него мне не получилось, он постоянно меня находил, он постоянно осыпал меня какими-то комплиментами, то есть, ну, на самом деле, даже вот на какую-то минуту, да, я подумала, что человеку я реально нравлюсь и то, что он хочет со мной каких-то отношений. Но внутри себя я понимала то, что я, ну, с таким человеком у меня не может быть отношений, ну, как бы я ко всем нормально, одинаково отношусь, но просто я предпочитаю, как бы, если у меня будут отношения, то будут отношения, это, ну, по крайней мере, с русским мужчиной. Вот. Но он меня вот прям, вот прям, вот прям вот так вот добивал сообщениями, комплиментами, вот это всё-всё-всё-всё-всё-всё, он готов был там, не знаю, что сделать для меня, говорит, тебе надо, давай я тебе вышлю цветы, надо тебе это, давай сделаю это, надо это, надо это. А я же, как всегда, по отмазкам, я говорю, мне ничего от тебя не надо, то есть и пыталась опять отмазываться, да, ну, в общем, он всё равно меня добил, так сказать, и настоял на встрече. Я пошла на эту встречу, а, кстати, эту встречу снимала, но потом запись пришлось оборвать, потому что мы с ним общались через переводчику, ну, то есть на своём телефоне там записывал, говорил я на своём, то есть записываю я на телефон, поэтому записать как бы всё это не получилось. Вот, значит, мы с ним встретились, мы с ним гуляли. И я скажу так, вот не в обиду никому абсолютно, но настолько вот такие вот слова, которые вот прям, я не знаю, вот прям вот я бы взяла его просто там вот на месте. Но нет, конечно, нет, такого не было, но как они это умеют делать? Они прям, понимаете, заставляют женщину почувствовать себя какой-то королевой, принцессой, то есть, ну, вот как-то вот это всё вот так вот они делают, умеют. Я, честно, с этим столкнулась первый раз. То есть у меня вот, чтобы так мне мужчина говорил такие слова, не было. Хотя это просто слова, это может сказать любой мужчина, но вот, блядь, они как-то это делают так, что ты прям просто таешь там, понимаете? И после того, как мы с ним погуляли, я вернулась домой, он что-то мне ещё там писал, 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 вот я хочу с тобой встретиться, ну, в общем, там были настолько красивые слова. Ну, я, конечно, я же обиженная женщина на всех мужчин, да? А я ему написала, я не верю ни в одно твоё слово, как бы всё, отбой, типа, и заблокировала его опять. И получается так, что он меня находит в какой-то другой соцсети, я его там тоже блокирую. Потом получается так, что он меня находит вообще на сайте знакомств, где он даже, ну, как бы, я не знаю, знал, не знал, что я сижу, ну, вот как-то он меня там нашёл, он написал там. И вот он настолько вот это всё настойчиво, настырно вот хотел со мной встретиться вновь. Я думаю, ну, ладно, я разблокирую. И он пишет потом, а чё, почему ты так постоянно блокируешь, говорит, кидаешь, почему, что происходит? Я говорю, ну, просто у меня вот такое вот изменчивое настроение, да? И как бы, ну, вот так вот, не верю мужчинам, не хочу верить, да? То есть какие могут быть отношения? И, в общем, получается так, что, да, человек всё-таки настоял ещё на одном свидании, там ещё на одном свидании, где мы просто прогуливались, да? Он покупал там мороженое, покупал кофе, но это не суть важна. То есть он был готов там, не знаю, всё даже купить, но я всё равно ушла в отказную. То есть нет, у нас ничего не получится и так далее. Но он меня добил, он меня добил. И получилось так, что это случилось. Это случилось. И вот сейчас самые такие важные моменты, да? Вот все думают, что там у них большой, там огромный. Так же, как и я думала до этого момента. Сначала скажу одно, что в постели эти мужчины настолько горячи, настолько активны, и ты чувствуешь себя, ну, какой-то, я не знаю, принцесской, блин, я сейчас говорю. Я говорю, реально, какая-то девушка лет 20, ну, это так. Понимаете, для одинокой женщины это, ну, прям сверх что-то вот было. Ты чувствуешь уверенность, потому что он вот делает всё, что было хорошо. Он прям вот как будто, не знаю, сто лет это тело знает и знает, что с ним делать. Он прям угадывает все моменты, все желания, вот всё-всё-всё-всё. То есть ты чувствуешь в постели себя абсолютно уверенной, ты не комплексуешь. Хотя я такой человек, который я, ну, который, вернее, не любит своё тело. Я вот не люблю своё тело, у меня постоянный комплекс, да? Вот сколько было мужчин, и я постоянно комплексу, я постоянно могу где-то зажаться, там ещё что-то, я не всегда могу раскрепоститься. А вот тут, то есть человек делает так, что, блядь, ну, ты можешь всё просто. Понимаете, и нет никаких комплексов, нет никаких ограничений. То есть нет того, что, ой, а в какой пузе? А тебе так удобно? То есть нет этих вопросов. Ой, а тебе хорошо? Ой, а может вот это? А может тебе это неприятно? Нет этого. Понимаете, человек просто, он угадывает то, что тебе надо, и делает. Он не спрашивает об этом. Настолько вот прям чувствует села женщины. Честно, я, когда вот это всё произошло, я чувствовала себя прям, ну, очень, очень раскованно. Ну, и получилось так, что мои ожидания не оправдались. Вы скажете, что вот сейчас девушкам нужен только большой, там они только об этом мечтают. Нет, не в этом суть. Суть в том, что, как бы, мы все наслышаны, что у них большой, ещё раз повторюсь. Блин. И ты, как бы, ну, настроена уже на это, да? Это то же самое, что тебе на работе пообещали, там, 50 тысяч зарплату, да? А дали даже не 5, дали просто 1 тысячу рублей. Вот. Вот это то же самое. Это не то, что огорчение, это не разочарование. Нет. Просто человек, как бы, люди, да, девушки, которые думают вот так, да, они ждут одно, а получают в итоге другое. То есть там размер, он, ну, был примерно, я не знаю, ну, блин. Ну, если вот мой указательный палец, ну, наверное, так. Без ногтя. Понимаете? Без ногтя. Это не то, что я разочаровалась. Нет. Это не то, что мне нужен большой. Это просто вот как все говорят, да, и все девушки хотят там это испробовать, все посмотреть, правда, это неправда. Вот, ребят, девушки, если смотрят это видео, это все миф. Это неправда. Просто, видимо, вот в эти порно какие-то фильмы, да, набирают актеров именно с большим. Да, эти мужчины понимают то, что нужно женщине, они знают, что и как сказать, что и как сделать в определенной ситуации, в определенный момент. Но я развеяла миф, и я его заблокировала, но заблокировала не из-за того, что у него маленький. Нет, не из-за того. Просто не знаю почему, но у меня пришло вот какое-то такое опустошение, огорчение. Это никак не связано с размером. Это, видимо, то, что на протяжении многих лет, да, как бы нам все внушали, говорили, мы все думали, то, что у них большой, а тут бабах и маленький. Ну, блин, ребят, это никак с этим не связано. Но я этого человека заблокировала, он, естественно, продолжает писать мне. Если не там, то там, если не там, то еще где-то, то есть. Но все, все, я больше ничего не хочу, тем более общение через переводчик. Ну, в общем, я не знаю, что вы сейчас подумаете. Вы подумаете, что вот, он у него маленький, поэтому ты с ним не стала. Нет, ребята, человек хороший, но почему-то вот как-то это внушение, да, оно подействовало на мой разум, так сказать. И я больше не хочу таких встреч, я больше не хочу таких свиданий, так сказать. Я вообще буду остерегаться, и хоть я и говорила то, что вот, ну, и буду продолжать говорить то, что они очень обходительны, они очень чувствуют женщину, да, но все равно, все равно, наши мужчины, никому не в обиду, наши мужчины, они самые лучшие. Они самые лучшие, пусть они и хоть творят там какие-то пакости, гадости и так далее, но все равно, наши мужчины самые лучшие. Ну, вот, в принципе, это я хотела рассказать. Давайте, пишите, Кира, тебе пришло по заслугам. Ну, да, может быть, может быть, но зато я вот сейчас развеяла этот миф, и я в него уже не верю. Поэтому, ребят, кто там, были такие люди, которые даже мне писали в комментарии, вот там у афроамериканцев, у них там большой, а у меня такой писюнь. Ребят, успокойтесь, у всех у вас хороший писюнь, хороший писюнь, самый лучший писюнь. Я не знаю, зачем я это рассказала, я, может, еще об этом сто раз пожалею, может, я вообще даже видео на эту тему не выложу. Не знаю. Ну, посмотрим, ладно. Если это видео я выложила, то я вас, ребят, люблю, обожаю. Ставьте пальчики вверх, если оно вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Я вас всех, честно, искренне люблю и обнимаю. Вы самые лучшие, самые хорошие. Так сказать, люди учатся на своих ошибках. И девушки, которые смотрели, я вам скажу, что не ведитесь на это на все.